МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА КОСТЁР КИМА называется охотничий. Он самый-самый теплый, но он тратит больше всего дров. Он самый прожорливый, и дров расходует больше всего. Но тепло? Ну, тепло, потому что горит одновременно очень много дров. Видишь, сколько дров горит одновременно? Поэтому от него тепло. Сейчас тут, если накидать еще в два раза больше, мы тут с тобой сидеть даже не сможем. Тут загорится даже наша лежанка, потому что настолько поднимется температура, что в сильные холода, в самые сильные холода, вот этот костер самый лучший. Тут не надо ничего выдумывать. Любые дрова, какие есть, размером с твой рост. А знаешь, как рост человек измеряется? Вот так вот. Размах рук – это твой рост. Да? Это твой рост. Не верю. Размах рук взял, отпилил или отрубил топором. Опять размах рук, опять взял и отрубил топором. Я не понимаю, почему люди. А почему твой рост, как ты думаешь? А почему твой рост, как ты думаешь, надо делать? Потому что такие пропорции. Но если тебе возле него спать, то он тебя должен греть от пяток до макушки. Да, да, да. Поэтому надо, чтобы он горел во весь твой рост. Вот в чем дело. А если просто посидеть нам с тобой, ну или тебе одному, то можно раза в два поменьше сделать. Потому что когда ты сидишь, тебе надо только, чтобы он вот так вот грел. На метр шириной. А если ты возле него будешь спать, лёжа лежать, то тогда надо, чтобы он горел во весь твой рост. От пяток до макушки. Понял? Вот этот костер самый простой. Просто кладешь бревна и поджигаешь. Да, он самый простой и самый лучший. Для очень-очень-очень холодного времени года. Всем привет! Мы в лесу. И сегодня речь пойдет о костре, который я называю охотничьим. В детстве мой отец называл этот костер именно так. Я к этому названию привык. Сила этого костра в его простоте. Бревна укладываются параллельно друг к другу и зажигаются. Количеством бревен и их длиной регулируется количество тепла, которое вы получите от этого костра. Этот костер самый неприхотливый к тем дровам, которые здесь можно использовать. Зажигается он напополам из валежника и сухостоя, а затем в него можно складывать все, что угодно. В каких случаях следует делать этот костер? Возле этого костра очень хорошо ночевать. Ночевать здесь можно с двух сторон. Он греет на обе стороны. Важно лишь правильно разместить его относительно ветра, чтобы дым не шел ни от одного, ни на второго человека. Этот костер очень хорош для ночевки в самых экстремальных условиях, когда не до шуток, когда на улице минус 25, 30, минус 40. Самое большое количество тепла можно получить именно от этого костра, потому что его конструкция не предполагает каких-либо ограничений по длине бревен и по количеству этих бревен. Костер хорош для отдыха и обогрева группы людей. Длина бревен может быть какой угодно. Можно соорудить костер необходимой длины и около него с двух сторон очень хорошо греться, сушиться, готовить себе пищу. Этот костер складывается очень просто. Прямо на снегу. Затем костер постепенно опустится вниз и тарастопит вокруг себя снег. Нижний этаж. Любые бревна. Валежник либо сухостой. Затем сверху зажигается какая-то растопка и на нее сверху укладываются достаточно сухие бревна. У меня заготовлен нижний этаж из валежника. Немножечко тарастопки. И маленькая сушинка диаметром в самой толстой части, наверное, сантиметров 8. И сейчас я костер сделаю на вот этой комбинации дров. Как этот костер следует разжигать? Все зависит от целей, которые вы преследуете. Если вам нужно очень быстро сделать костер для обогрева группы людей, то его необходимо разжигать, стартовать сразу же по всей длине. Раскладывается растопка по всей длине нижнего этажа. Зажигается. Сверху укладываются бревна. Таким образом, у вас очень быстро начинает гореть весь костер от одного до другого конца. Если вы один, и вам не нужно возле него сразу же ложиться спать и получать от него какую-то супер экстремальную температуру для обогрева, то вполне достаточно зажечь его с одного конца. Ну и соломоновое решение – это разместить растопку в средней части, зажечь ее, и костер равномерно расползется в две стороны. Тем самым, зажигая его с одного места, вы в два раза быстрее получите горящий по всей длине костер. Когда я один, я чаще всего запускаю этот костер с одного конца. Пока костер разгорается в одном месте, здесь можно что-то приготовить, покушать, чай вскипятить. Пока ходишь, заготавливаешь дрова, что-то там, какие-то работы делаешь, огонь постепенно расползается на всю длину. И затем, когда вы возле него уже собираетесь отдохнуть в горизонтальном положении, он горит как надо на всю длину, и вы пользуетесь всеми его преимуществами. Сейчас я зажгу костер с этого конца, и будет видно, насколько быстро огонь распространится на всю длину дрова. Огромный плюс этого костра в его простоте. Буквально за 10 минут костер разгорелся, и уже возле него очень тепло, можно готовить пищу, греться, сушиться. И постепенно костер разгорится по всей длине. Ничего здесь выдумывать не надо. Никаким особым образом укладывать бревна. Не нужно заготавливать очень толстые бревна, что может быть достаточно тяжело, после того, как вы целый день по лесу находились и устали. Складывается штабель параллельно друг другу, зажигается. Можно наполовину сушняк с валежником, и моментально вы получаете то, что нужно. Прошел ровно час с того момента, как запустили этот костер. Огонь распространился за час на 2 метра от этого конца, где мы разжигали, до противоположного. Здесь, в той части, где мы стартовали костер, сушняк практически полностью прогорел. Валежник занялся и сгорел наполовину. Возле костра очень тепло. Вот мне сейчас сидеть прямо нестерпимо. Ух, отойду-ка я подальше. Костер дает очень много тепла, потому что горит одновременно большое количество древесины. Этот костер, конечно же, очень прожорливый. Было видно, как всего лишь за 1 час горения наполовину сгорела такая большая куча дров. Даже если вам кажется, что вы заготовили дров в 2 раза больше, в 2 раза больше, чем необходимо для ночлега, я вас уверяю, если вы никогда не ночевали возле этого костра, дров нужно раза в 2-3 больше, чем вы думаете. Нет ничего хуже, чем ночью вставать в 3-4 часа, когда у вас закончились дрова, и по темноте бегать с топором или с пилой по лесу и искать сушняк или валежник. От этого костра можно получить большое количество тепла, но за это мы заплатим тем временем, которое у нас уйдет на заготовку дров. Если вы находитесь в таком лесу, где нет большого количества валежника, который доступен, не под снегом его надо откапывать, а он вот как-то в доступности лежит, висит на ветвях. Если нет большого количества сухостоя, которое находится где-то вот рядышком с местом вашей стоянки, поддерживать этот костер, конечно же, будет проблематично. Он очень-очень прожорлив. Вот я это буду повторять много раз. Для поддержания горения этого костра и получения от него вот такого большого количества тепла необходимо очень много дров. Сейчас я подкинул одну валежину, взятую из-под снега, и одну сушинку. Еще на час горения примерно этого будет достаточно. Если пользуетесь костром только с одной стороны, с той, предположим, то когда подкладываете в такой костер новые дрова, вы их подкладываете с одной стороны. Когда я подкладывал два новых бревна, вот эту валежину, эту сушинку, я их подложил с этой стороны, для того, чтобы как бы закрыть щели, которые образовались в результате прогорания предыдущих бревен. С той стороны я оставил максимальное количество открытых углей, для того, чтобы тепло шло максимально в ту сторону. Эти два бревна являются как бы отражателем. Это, конечно же, временно. Они со временем пригорят, щели увеличатся, и тепло пойдет в эту сторону тоже. Но пока временно этого эффекта можно добиться, чтобы тепло, получаемое от костра, шло большей частью в ту сторону, нежели сюда. Вот такой режим костра, когда горит одновременно 7-8 бревен на всю длину, для экстренного обогрева, для ночевки и для приготовления пищи, тем более, такой режим, конечно же, не годится, потому что даже в метре от него находиться очень жарко. Лицо поджигает, и близко подойти к нему, для того, чтобы там что-то в котелочке помешать, будет практически невозможно. Ночевка возле костра с таким режимом горения также нецелесообразна, потому что он в таком режиме расходует очень много дров. Находиться от него надо в полутора метрах, может быть, даже больше. И это нерационально. То есть вам за это придется заплатить тем временем, которое вы потратите на заготовку дров. Ух! Сейчас охотничий костер работает в том режиме, когда возле него достаточно комфортно спать на расстоянии одного большого шага. Это не то адское пекло, которое было сделано для того, чтобы обогреться в какой-то экстремальной ситуации. Это тот режим, который необходим для комфортной ночевки. Если этот костер сделать возле какого-то естественного отражателя, например, достаточно толстая валежина, параллельно этому костру, выворотень, какие-то естественные складки местности, обрыв реки и так далее, то часть тепла, которая идет в ту сторону, будет отражена на вас. Сзади себя у лежанки тоже можно сделать отражатель, навес. И тем самым в этом тепловом кармане достаточно комфортно выспаться. В этот костер необходимо подкладывать 2-3 новых бревна с интервалом примерно в 1 час. Тогда будет поддерживаться тот режим горения, когда вам будет возле него комфортно спать. Вот сейчас расстояние от одного большого шага, и здесь очень тепло. Этот костер очень прост по своей конструкции. Здесь ничего не нужно выдумывать. Каким-то хитрым образом укладывать бревна. Просто параллельно друг к другу. Даже не обламывая сильно сучки. Для того, чтобы добиться плотной укладки. Плотная укладка здесь не требуется. Бревна укладываются и спокойно себе горят. Как видно, здесь горит даже валежник взятый из-под снега температура в костре очень высокая. Он успевает высохнуть и нормально горит. Если нет задачи у этого костра ночевать, то вполне достаточно. Фронт обогрева примерно в 70 см. Для того, чтобы обеспечить теплом сидящего напротив человека. Если вы один, не обязательно пилить бревна на отрезки по 70 см. Достаточно сделать 2-3 метровые в зависимости от толщины, чтобы вам удобно было с ними обращаться и подтаскивать к месту стоянки. И затем с разных сторон в разбежку, обеспечивая зазор между рядом лежащими бревнами, укладывать их в горящую часть. Горение будет только в месте их соприкосновения. Те части, которые разведены, хотя бы на 7-8 см. Гореть уже не будут. Выводы. Этот костер можно сделать очень-очень теплым, что подойдет для экстремальной ситуации. Когда вы провалились под лед, резко где-то вымокли, необходимо очень быстро обогреться и обсохнуть. Можно накидать достаточно большое количество сушняка, валежника. И возле этого костра на расстоянии 2-3 метров можно будет стоять в одном нижнем белье. Второе. Это ночевка при экстремально низких температурах. Когда температура минус 30 и ниже, возле этого костра можно с комфортом спать. Костер очень теплый. Обратная сторона медали – это то, что он очень расточительный. Мы стартовали этот костер примерно на 7-8 бревнах. Примерно пополам был валежник и сухостой по объему дрессины. Затем каждый час в этот костер необходимо подкладывать 2-3 бревна. Неважно, сухостой это будет или валежник. При средней толщине бревен в 10 сантиметров они сгорят примерно за часом до состояния углей. И будет необходимо подкидывать снова 2-3 бревнышка для поддержания горения. Таким образом, за ночь, зимой, зимой темное время суток длится где-то 14-16 часов, вам будет необходимо для поддержания этого костра 40-50 бревен диаметром примерно 10 сантиметров. Если бревна будут потолще, количество, конечно же, может быть меньше. Этот костер очень прожорливый, он очень расточительный, он греет во все стороны абсолютно. Он греет сюда, он греет туда, он греет наверх. Если вы готовы к тому, чтобы потратить силы на заготовку этих необходимых 40-50 бревен и ночь провести возле этого костра, можно использовать его. Если времени нет и хочется с минимальными усилиями обеспечить себе комфортный ночлег, то тогда ваш вариант это костер овенкийский. Несмотря на большой расход дров и расточительность такой конструкции, этот костер я считаю костром номер один для ночевки при очень низких температурах и для экстренного обогрева одного человека или большой группы людей. Этот костер самый неприхотливый к дровам, который тут используется. После того, как вы его запустили на сушнике, здесь можно сжечь все, что угодно. Любой валежник из-под снега здесь будет гореть очень хорошо. Главное своевременно его подкладывать, пока достаточно высокую температуру, поддерживая та угольная база, которая нагорела. Готовить на нем удобно. Любой таганок, подвесили котелок, что-то там в угольках запекли. Все как на самом обычном костре. Никаких хитростей здесь нет. Если на подготовку костра по типу Бутывинкийский необходимо около 40 минут, то здесь для того, чтобы обеспечить себя обрывнами на всю ночь, необходимо потратить более двух часов. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Желаю всем хорошего отдыха. Увидимся в лесу. Пока. И приятного аппетита. Играет музыка. Субтитры создавал DimaTorzok